рассмотрим решение подобного примера с вами видим цепь c следовательно соединена с сопротивлением это ветка параллельно ветки с одним сопротивлением и вот эти две параллельные ветки последовательно включены еще сопротивлением в дано дано у нас сопротивление r c меняется необходимо построить гармонические кривые 25 гармоник 15 5 гармоник 3 кривые цикл 25 5 гармоник давайте рассмотрим вариант как это можно выполнить первое необходимо составить уравнение вписывающее сопротивление этой цепи два последовательно включены сопротивления c от функция омега для того чтобы построить зависимость от угловой частоты и потом от этого уравнения перейдем от функции времени функция времени функция времени это переходный процесс операторной форме можно решить можно преобразованием локации так ставку уравнения пишем з з з з з равно 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 у нас будет дробь дробь единица в сумме Вот все, поливая. Вот все. Затем все с полочкой, вот. затем это у нас сопротивление верхней витки так как они между собой параллельны необходимо указать параллельное соединение в данном случае это полное сопротивление операторной формы а если мы хотим получить угловую частоту то мы применяем на G омега для удобства сразу запишем умножить на омега G умножить на омега и меняем оператор С вот таким образом у нас получилось два вида это зависимость омега это оператор на форме затем нам нужно построить найти решение то есть якобы мы подключаем нашу цепь на некий источник источник адрес через ключ сейчас включается P давайте дальше рассмотрим как же это все решается так вот мы подпишем в 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 по в в в в в в в в в на в в в в Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дальше рассмотрим сопротивление у нас Z функции Gω Добавил DimaTorzok 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 в данном случае, вот этот. Как это делается? Мы записываем величину, которую мы хотим преобразовать в функцию Лапласа в операторной форме. Выделяем ее уголочком синеньким и нажимаем функцию InvaPlace. Необходимо обязательно указать оператор. В данном случае оператор у нас будет S. Вот это изображение величины тока, ток и функции времени. Если мы будем менять значение C, ставить его минус 4, допустим, R будем менять 10 и так далее. Так как у нас задано в задании, у нас R меняется от единицы до 100, C от 10 минус 4 до значения 10 минус 6 величины. Перебирая эти значения, мы можем построить зависимости, различные зависимости. Приведем пример. И функция времени времени. Присвоить. Берем то, что мы получили в итоге. Подставляем зависимость времени. И на временной зависимости мы строим и функции времени оттока от времени. Дальше. Необходимо нам задать значение времени для того, чтобы получить следующим шагом. Мы задаем значение время и конечную его точку. Попробуем вот так сделать. Можем добавить значение. Здесь уже переходный процесс закончился. Вот. Значение от 100 до 0. Нет, это не 0. Это у нас будет до 75. Можно поставить сетки. Окей. Ну и вот, как пример, это мы меняем значение 1. У нас меняется функция оттока. Вот у нас мы видим, время переходного процесса меняется.